Стоит ли планировать свое будущее, бездумно доверяя кредитам? Я должна миллион двести отдать. Мы перестали откладывать деньги, мы привыкли жить в долг. Если вы можете взять кредит и можете себе позволить его не отдавать, берите у таких и не отдавайте. Сто суицей кожного. Мы можем вспомнить удачные операции милиции по Кинс Кэпиталс, мы вспомним Флетчера, можем вспомнить Добробут. Я же была в четырех офисах. В четырех офисах. В один даже ходила с бензином, который хотела... И они работают. Я хочу пригласить в студию еще одного юриста, Вадима Хабибулина. Встречаем. Добрый день. Добрый вечер. Можно ли вытащить из Кабалы Светлану? Я хочу обнадежить и Светлану, и Ирину, и тех людей, кто смотрит, что с такими финансистами можно спокойно сражаться. Сегодня самой правильной была бы ситуация и благородной. Если бы финансисты просто простили бы, у них есть такое право. Это не банк, это обычная ООО. Готовы ли вы простить Светлану? Знаете, деньги, это, знаете, когда вот образно, вот вы у меня одолжили деньги... Слушайте, что вы сегодня в течение программы все заставляете меня одолжить деньги? Нет, 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 ни в коем случае. Лично какой-то мой друг, лично у меня, не у компании, у меня одолжил, ну, там, тысячу долларов. Ну и не получается у него его вернуть. Да, я прощу, черт с тобой. Но, у меня главная цель финансовой компании, это получение прибыли, а не убытка. Не фонд помощи, обездоленным и умалишенным, а все-таки кредитное учреждение. Понятно, что у вас рентабельность, это главное на вашем предприятии. Какой долг вы можете простить, просто списать нашей героине Светлане, и сколько в этой связи ей останется погасить? Миллион двести, да? Да. Так вот, порядка восьмисот тысяч, я как раз сразу говорю о том, что мы можем простить. Людям можно сказать только одно, если вы можете взять кредит и можете себе позволить его не отдавать, берите у таких и не отдавайте. Однозначно. Но, но...